Сколько же всего денег в мире? Как это подсчитать и что такое деньги? Только лишь наличные? Не все так просто. Давайте пройдемся по самым основным материальным ценностям в мире и попытаемся разобраться, сколько же они стоят. И как ты думаешь, какой рынок самый дорогой в мире? Узнаешь под конец выпуска. Поехали! Сегодня цена всех биткоинов примерно равняется 5 миллиардам долларов США. Рыночная капитализация этой криптовалюты достигла пиков 14 миллиардов в 2013 году. Цена всего серебра, которая находится уже на поверхности Земли – 14 миллиардов долларов. Билл Гейтс держит у себя активов на 79 миллиардов долларов и является самым богатым человеком на планете. Apple – самая большая в мире публичная компания. Ее рыночная капитализация составляет 616 миллиардов долларов. Инвесторы по всему миру владеют коммерческой недвижимостью на сумму 7,5 триллионов долларов. Запасы наземного золота во всем мире составляют 183 тысячи тонн, а оценивается все это добро в 7,8 триллионов долларов. Полная капитализация всех рынков ценных бумаг в мире составляет 70 триллионов долларов. Из них 52% доля США, 8 – Европейского Союза, 7 – Японии, 2 – Китая и 31% остального мира. Примерная цена всех банкнот и монет в мире, то есть всех наличных денег, включая чеки и временные депозиты – почти 81 триллион долларов США. А теперь самое интересное. Глобальный долг всего мира составляет 199 триллионов долларов, при этом с 2008 года он вырос на 29% из-за экономического кризиса. В этот глобальный мировой долг входит также 59 триллионов долларов суверенных государственных долгов. Из них 29% долга – это доля США, 26% Европейского Союза, 20% Японии, 6% Китая и 19% остального мира. Но и в глобальном долге не крутится самое большое количество денег. Настоящие ультрагигантские суммы крутятся в воздушных и часто пустых вещах, именуемых деривативами. Это договор, по которому стороны получают право или берут обязательство выполнять некоторые действия в отношении базового актива. Так вот, самая нижняя сумма всех деривативов в мире составляет 630 триллионов долларов. Это фьючерсные контракты, форвардные контракты, опционы, свопы, ордера. Но самое интересное, что 630 триллионов долларов – это лишь нижняя оценка всех деривативов в мире. И вот мы только к ней подошли. Самая же высокая оценка составляет 1 квадриллион долларов. Правда в том, что никто не знает точный размер рынка. Это очень много. Напомню, вот размер всех биткоинов в мире.